Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Вечером вчера вышли, будто какая-то новогодняя ночь. Никому народу, уже украшены деревья, елочки стоят, ходят там спокойные люди совершенно. И вот общее впечатление очень такое благоприятное у города. В последнее время, Сергей, многое изменилось как в самой музыке, так и на эстраде. И вот, на ваш взгляд, образ современного певца. Можете описать его? В принципе, образ современного певца, он, на мой взгляд, складывается из многих моментов. Во-первых, это жанр, то есть у нас все равно в России есть такое подразделение политическое, опять же, у нас все по политическому принципу делят, и поэтому у нас и музыка так делится, там кто-то рок любит, кто-то попсу, кто-то шансон, кто-то эстраду. Я никогда не отношу и не относился к каким-то течениям, всегда просто занимался и делал то, что мне нравится. Сейчас идет новая моя программа и программа песни на стихи Сергея Есенина. Я никогда даже не имею мысль не задумываться, в каком же это стиле я сделал. Это попса, или это элементы рока, или это шансон, или что это такое. Это, наверное, уже прерогатива журналистов, а я считаю, что певец, свободный художник на сегодняшней сцене, он должен мало об этом задумываться, а задумываться много о том, что он несет со сцены, что он говорит людям, какие мысли, эмоции вселяет в свой зрительный зал. Вот это основное. И дай бог, что так складывается все, и небеса помогают, что нам это удается, и люди, они просто с каким-то ореолом ходят с концерта. Вселяется некая надежда. Я еще с детства обращал внимание на то, что когда просмотр какой-то фильм, или какую-то очень хорошую книгу прочитаешь, и ты идешь какой-то окрыленный, тебе хочется жить, тебе хочется делать, что-то творить в любой области, в своем деле, где бы ты ни работал. И вот это какие-то из космоса идут источники энергии, света. И я бы сравнил миссию и концерт современного исполнителя, отвечая на вопрос, именно с этим космическим источником энергии. Он должен в людей, в простых, которые не связаны с музыкой и с искусством, вселять надежду, вселять уверенность в завтрашнем дне, и просто эмоционально их заряжать, чтобы человек уходил с концертом с радостью, чтобы сегодня, допустим, воскресенье, вся предстоящая неделя, она у него проходила под знаком вот этого восторженного, влюбленного отношения к жизни, к окружающим людям, к своим родным, близким, к своей женщине, к своей девушке и так далее. Многие музыканты уходят в политику и во всякие социальные дела. На ваш взгляд, они способны что-то изменить, или это просто такая мода? Я считаю, что, по большому счету, каждый должен заниматься своим делом. Именно тот настрой и та энергия, которая передается со сцены людям, для меня лично это и есть некий какой-то позитивный заряд для моей публики. А что такое, допустим, политический деятель? Политический деятель – это человек, который должен воплощать вот эту энергетику в жизнь. То есть он должен конкретно. Мы должны дарить людям хорошее настроение, подзаряжать их энергией. А политик должен, условно говоря, провести газ посредством своих каких-то законов в ту или иную населенный пункт. Помочь ребятишкам пойти в детский сад, молодежи дать какие-то квартиры, дома для проживания. Вот это основное предназначение политика. Он не должен с трибуны что-то там… У нас все красиво говорят. У нас все красиво говорят, ничего не делается в стране. Как я вот по Сибири проехал, по-прежнему, где я 15 лет проезжал, нет газа, там до сих пор его нет. Почему так? Как молодые семьи, объединяясь, нуждались в том, что ребенка в детский садик, так до сих пор эта проблема есть. Почему так? Но зато все у нас красиво говорят. Зачем же певцы будут идти в политику и опять же красиво говорить? Певец не может организовать так, чтобы у каждой молодой семьи был домик или у каждой молодой семьи была квартира отдельная. Это не его функция, это должны делать профессиональные люди. И вот только поэтому я считаю, что, конечно же, говорить там надо об этом все, но профессионалы должны вести дело как в политике, так и в музыке, на эстраде. Сергей, у вас в репертуаре есть песни на военно-патриотическую тематику. Почему так происходит, что вот у нас такая огромная страна, а песен на военно-патриотических поется мало со стены? Я бы не сказал, что может быть мало их поется, есть и вообще группы, такие вокальные ансамбли, которые именно поют в этом жанре. Допустим, мои друзья, это группа «Ребята Голубые береты», Федорович, который писал основную песню «Десантиков», мы дружим с ним. И в принципе я бы не сказал, что мало таких песен. Я бы, наверное, сказал, что вся направленность нашего телевидения, нашего радио, она сейчас, на сегодняшний момент, она именно не на патриотику. Ведь спрос всегда рождает предложение, а она все-таки на то, чтобы люди забывали о политике и на развлекаловку. То есть плохо это или хорошо, это судить может быть людям и не нам. Но сейчас, в настоящий период для России, это так. Сейчас все на развлечения. Развлекайтесь, забудьте обо всем, главное развлечение, развлечение, развлечение. И поэтому сейчас малая востребованность. Но я уверен, что пройдет там год, два, пять лет, и опять люди почувствуют, что вот этот патриотизм, именно здоровый, не квасной, а здоровый патриотизм, любовь к родине, они очень нужны нашему обществу. И опять эти песни зазвучат на радио, на телевидении, опять появятся такие группы, исполнители, я в этом уверен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова